Чужое горе не болит. Эту поговорку можно применить к ситуации, которая произошла в одном из саратовских дворов, когда водитель своей машиной заблокировал путь скорой. Бригада медиков прибыла по адресу, где случился пожар и спешила госпитализировать пострадавшего в результате ЧП человека. О подробностях страшной истории, странного отношения автомобилиста к работе медиков и о последствиях случившегося расскажет Денис Титаренко. Клубы едкого дыма, языки пламени и срочная эвакуация. Когда в квартире по соседству начался пожар, Наталья Решетникова была дома и уже готовилась ко сну. В дверь постучались пожарные и попросили выйти на улицу. В квартире, где и случилось возгорание, уже долгое время жил мужчина. К сожалению, спасти медикам его не удалось. Он отравился продуктами горения. И это, несмотря на то, что помощь подоспела вовремя. Вот около того железного столба стояло 4 человека и трое. Уговаривали одного, чтобы он разрешил, убрал машину, чтобы могла проехать скорая помощь. Причем просили вежливо. А он, я непонятно почему, стоял, нет, не уберу, нет, не уберу. Потом говорит, он мне спасти, пожалуйста, не сказал. Ему сказали, пожалуйста. И, в общем, я отошла, так вопрос и не решилась. На то, что водитель сказал, что у нас там, по всей видимости, есть пострадавший, которого сейчас нужно будет госпитализировать. И здесь машина, которая стоит, мешает нам, будет мешать пронести больного. Но водитель никак не реагировал на этот случай. Никакие уговоры не действовали на владельца белого Солярисом. Чтобы задокументировать происходящее, врачи достали мобильный телефон и начали снимать. Правда, и это не помогло сдвинуть с мертвой точки происходящее. А эти кадры уже стали материалами для уголовного дела. Вопиющий инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. Скорая помощь ехала на срочный вызов. Молодой человек просто перестал дышать. А водитель иномарки, по-видимому, сильно торопился и решил потратить драгоценное время медиков на выяснение отношений на дороге. В итоге пациент скончался. К сожалению, часто встречаются ситуации, когда поисково-списательное подразделение, следуя к месту вызова, встречаются с теми трудностями, когда водители попутного движения, встречного движения, переграждают дорогу или не пускают, или не уступают, нарушая тем самым правила дорожного движения и не задумываясь о том, что, возможно, мы спешим на помощь к их родственникам. Случаи хамства на дорогах в Саратове совсем не редки. Уверяют сотрудники оперативных служб. К счастью, подобных случаев, как на Камчатке, удавалось избежать. Однако из-за заставленных машинами дворов зачастую медикам приходится на руках нести больных до кареты скорой помощи. А вот что касается случая на Степана Разина, то привлечь водителя не получается. Проведенная проверка показала, что белый солярис не преграждал путь скорой, а лишь начал спор из-за парковочного места. По данному факту сотрудниками госавтоинспекции была проведена проверка, в ходе которой установлено, что водитель автомобиля «Солярис» не препятствовал в движении автомобилю Центра медицины катастрофы. В целях профилактики подобных нарушений 1 февраля 2017 года мы планируем провести рейд на выявление водителей, не предоставляющих преимущества автомобилям, обозначенным спецсигналами. Максимальное наказание, которое может грозить водителю, не пропустившего скорую, полтора года лишения водительского удостоверения. Минимальный штраф 500 рублей. Однако зачастую цена подобного хамства на дороге – жизнь человека. Денис Титаренко, Роман Шельзяев, Саратов-24.